Друзья, добрый день! Сегодня в нашем видеообзоре седан Lada Vesta. На видео автомобиль в комплектации Luxe с пакетом Prestige с двигателем объемом 1,6 литра с передним приводом и с вариатором. Цвет автомобиля синий металлик с крышей черного цвета. Диски литые, 16-дюймовые, шинами размерностью 195 на 55. Задние тормоза дисковые. В заднем бампере расположен парктроник. Камера заднего вида расположена над задним номером. Рейлинги отсутствуют. Антенна расположена в передней части крыши. Боковые зеркала окрашены в черный глянец. Ручки дверей окрашены в цвет кузова. Брелок ключа с тремя кнопками. Система бесключевого доступа не предусмотрена. Заглянем внутрь. Посмотрим на карту передней двери и водительское место. Салон автомобиля выполнен в темных тонах. Рулевое колесо многофункциональное с кожаной отделкой. Обивка сидений тканевая. Водительское сидение оснащено механической регулировкой по высоте. Сидение также оснащено механической регулировкой поясничного подпора. Включим зажигание автомобиля с помощью ключа. Панель приборов аналоговая с белой подсветкой. Левый подрулевой переключатель отвечает за управление осветительными приборами. Предусмотрен автоматический режим. Включим габариты, ближний свет и противотуманные фары. Указатели поворотов. Левый и правый. Помигаем дальним светом. Аварийная сигнализация. Выйдем из автомобиля и осмотрим автомобиль детально с включенными световыми приборами. Боковые зеркала с повторителями указателей поворотов. Автомобиль оснащен галогенными фарами. Передние противотуманные фары галогенные. Передний парктроник не предусмотрен. Задние стекла с заводской тонировкой. Клиренс автомобиля составляет 178 мм. Задний бампер снизу декорирован черным молдингом. Задние фонари и подсветка заднего номера с обычными лампами. Задняя противотуманка расположена посередине в заднем бампере. Возвращаемся в автомобиль. Слева от руля находится регулировка положения корректора фар. На водительской двери расположена кнопка системы электроскладывания боковых зеркал. Сверху на водительской двери расположен блок электрических регулировок боковых зеркал. Далее идет блок управления передними и задними электростеклоподъемниками. Все стеклоподъемники без доводчиков. Правый подрулевой переключатель отвечает за управление передними дворниками. Предусмотрен автоматический режим. С торца этого переключателя расположены кнопки управления бортовым компьютером. Дисплей бортового компьютера монохромный. Бортовой компьютер может показать информацию о расходе топлива, пробеге и запасе хода. Кнопки слева на руле отвечают за управление круиз-контролем и лимитатором скорости. Индикация круиза и лимитатора скорости на панели приборов. Кнопка включения электрообогрева руля. Дефлекторы системы вентиляции расположены по бокам от дисплея мультимедийной системы. В автомобиле установлена мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем размерностью 7 дюймов. Помимо радио поддерживаются форматы USB, AUX и Bluetooth. В составе акустической системы 6 динамиков. В автомобиле установлена встроена навигационная система с картами. Кнопки на руле дублируют управление аудиосистемой. Можно менять громкость или менять радиостанции. Также можно управлять мобильным телефоном, подключенным по Bluetooth. Кнопка управления центральным замком. Кнопка отключения антипробуксовочной системы. Кнопка включения электрообогрева лобового стекла. Климат-контроль однозонный. Включим систему с помощью кнопки авто. Правая шайба отвечает за регулировку интенсивности обдува. Левая шайба отвечает за регулировку температуры. Кнопки выбора направления обдува. Кнопка включения электрообогрева заднего стекла и боковых зеркал. Кнопка переключения рециркуляции воздуха. Кнопка со снежинкой отвечает за включение кондиционера. Потолок серого цвета. Водительский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом без подсветки. Освещение на потолке со светодиодными лампами. Также на потолке находится кнопка системы Aero Glonass. Пассажирский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом без подсветки. Посмотрим на задний ряд сидений. Он оснащен тремя подголовниками. Центральный подлокотник с боксом. Крышка подлокотника не регулируется. Подстаканники расположены в центральном тоннеле. Перед рычагом коробки передач расположена розетка на 12 вольт и входы USB и AUX для мультимедийной системы. Бардачок с подсветкой отделан пластиком. Кнопки подогрева передних сидений. Подогрев трехрежимный. Ручной тормоз механический. Индикация ручника на панели приборов. Коробка передач – вариатор. При включении задней передачи активируется задний парктроник и камера заднего вида. Предусмотрен ручной режим выбора передачи. Индикация выбранной передачи отображается на панели приборов. Теперь перейдем к осмотру заднего ряда сидений. Посмотрим на карту задней двери и на задний ряд. Оценим, как выглядит передняя приборная панель. Освещение для задних пассажиров расположено в центре крыши. Салон от багажника отделен полкой. Заднее сидение с центральным подлокотником. В нем расположены подстаканники. В спинках передних сидений расположены карманы для вещей. Задние сидения оснащены подогревом. Для задних пассажиров предусмотрена USB-розетка и розетка на 12 вольт. Задние стеклоподъемники электрические. Стекло при открытии опускается не полностью. На потолке над дверью ручка. Теперь перейдем к осмотру багажника. Объем багажника составляет 480 литров. Боковины и пол багажника отделаны тканью. Под полом в багажнике расположено запасное колесо и органайзер с набором инструментов. Для сложения спинки необходимо потянуть за рычаг. Сидения второго ряда складываются в соотношении 60 на 40. При сложении сидений образуется ступенька. Для закрытия багажника в крышке предусмотрена ручка. Лючок бензобака открывается снаружи автомобиля. Объем топливного бака составляет 55 литров. Теперь заглянем под капот, который открывается с помощью этого рычага. Капот фиксируется с помощью ручного упора. Крышка капота отделана шумоизоляцией. Двигатель атмосферный, бензиновый и четырехцилиндровый. Объемом 1,6 литра с отдачей 113 лошадиных сил. Мы с вами осмотрели седан Lada Vesta в комплектации Luxe с пакетом Prestige с бензиновым мотором 1,6 литра с передним приводом и вариатором. Цена такого автомобиля на момент съемки обзора составляет 1 миллион 900 рублей. Друзья, ну вот наше видео и подходит к концу. Не забывайте ставить лайки и писать в комментариях, понравилась ли вам машина и какие бы еще машины вы хотели бы увидеть на обзоре. И самое главное, подписывайтесь на канал Дром. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok